Доброе, свежее, летнее утро! Любимый Крым, мы приветствуем всех, кто уже проснулся и присоединился к нам, чтобы провести эти два часа в компании с Ильей Салямовой и Александром Ткачевым. И работаем мы сразу на двух телеканалах Первый Крымский и Крым24. И сегодня призваны сделать ваш день веселым, бодрым, а главное информативным. Я предлагаю к этой части собственно и перейти. Новости. Поддерживаю тебя полностью, тем более новости у нас хорошие и нам есть чем поделиться. 260 мест для дошкольников. В Симферополе открыт новый детский сад. Сейчас заканчивают последние приготовления к учебному году. В гостях у школы малышей побывала и наш корреспондент Елена Носкова. Дети приехали сюда в первый раз. Сразу тестируют игрушки и смотрят в каких условиях предстоит учиться. Люблю машинки тут играть и игры. Здесь комнаты такие красивые, спальни здесь. Старшие уже строят планы по благоустройству территории. Предложения озвучат на родительских собраниях. До начала учебного года нужно успеть завершить все последние штрихи в подготовке детского сада. Все так светленько, очень здорово. Очень хотелось бы, чтобы дети столкнулись с приветливым коллективом. Нам надо будет родителям посадить деревья, чтобы была тенечка на площадке детской, чтобы они играли в тени. Почти 2,5 миллиона рублей потратили на создание уюта. Закупили посуду, моющие средства, одеяло, подушки, ковры, жалюзи. Уже есть и вся необходимая техника – от кухонной до медицинской. Кабинет оснащен новым оборудованием. Есть даже стерилизатор, который очень даже нужен в детском саду. И он не в каждых садах есть. В штате психолог, логопед и другие специалисты. Всего трудоустроены около 70 человек. Уже 1 сентября сюда придут самые маленькие ученики. Детский сад «Антошка» ждет 260 детей. Для них уже создали все условия. Здание построено по требованиям программы «Доступная среда». Есть заезд для колясок, оборудован лифт. Детский сад комбинированного вида. Он предполагает спецгруппы. В нашем саду пока только такая одна будет группа логопедическая. Но в дальнейшем мы планируем дальше развиваться. Детский сад номер 14 построен по федеральной целевой программе. Впереди продолжение работы. За эти годы создали, с учетом того, что будет сдано до конца года, примерно порядка 30 тысяч мест. То есть и остается у нас 19 тысяч. В Симферополе до конца года откроют еще 10 современных детских садов. Строителям спасибо, что вовремя сдали объект. Я думаю, что по качеству тоже претензий не будет. Мебель, посуда, все куплено администрацией города Симферополя. Наталья Федоровна здесь держала руку на пульсе. Поэтому, ну, дай бог, в добрый час. Проблему очередей в дошкольные учреждения планируют решить до 2022 года. Елена Носкова, Иван Евдокимов, Новости 24. Там ищут исполнителя работ для капитального ремонта драм-театра имени Александра Пушкина. На реконструкцию здания федеральные и республиканские бюджеты выделили 93 миллиона рублей. Как сейчас работают местные артисты и какие перемены ждут городской дом культуры, более подробно в нашем материале. Сергей Щербаков провел в стенах театра «Все детство». Выступал на сцене в составе вокально-инструментального ансамбля. А вскоре будет принимать участие в постановке спектаклей на сцене Керченского драматического театра имени Александра Пушкина. Я очень рад, что я нахожусь сейчас у Истоков за рождение, второе рождение этого театра. И буду очень рад, что когда он снова станет драматическим театром. Сейчас в этом здании располагается городской дом культуры. Статус театра только предстоит вернуть. Сейчас мы уже набираем две группы, немножко разного возраста, одни совсем маленькие, другие чуть постарше, которым мы будем обучать театральному делу. Это будет детская театральная мастерская, где мы будем воспитывать как будущих актеров, и также мы будем воспитывать будущих декораторов, реквизиторов, пастижеров. Ремонт здания начался еще в прошлом году. Завершили первый этап, обновили их кровлю. Скоро рабочие заменят инженерные сети. Окна и двери отреставрируют стены и потолки в рабочих помещениях. А это сердце театра, сцена. Занимает больше пространства, чем зрительный зал, что создает уникальную акустику. Даже шепот артиста будет слышно на дальних рядах. Балконы с лепниной, бархатные красные стулья, люстра из чешского хрусталя. Всему вернут первозданный вид. К ремонту сцены приступят позже. Сейчас ищут подрядчика, который возьмется за столь непростую работу. Выполнение работ будет вестись в два года. Это 19-20 год. На 19-й год будет выделено 20 миллионов. Общая сумма данного контракта на 93 миллиона. Главный холл дома культуры сегодня сдают в аренду. Это вынужденная мера, чтобы поддерживать работу детских кружков и делать косметические ремонты. Внешне здание театра привлекает взгляды туристов. Белоснежные своды, мощная колоннада уже зовут зрителя на спектакль. Но афиши пока анонсируют другие мероприятия. Поклонники Мелепомены в Керчи надеются, реконструкция городского дома культуры станет новой точкой отсчета в театральной жизни города-героя. Мы счастливы, что сейчас есть возможность. Очень хорошо отработала администрация. Сейчас есть возможность его полностью капитально отремонтировать. В следующей очереди это будет материально-техническое переоснащение базы. И он заработает как полноценный театр. Это событие ждут и жители, и гости города, чтобы снова встать в очередь за билетом на спектакль после такого большого перерыва. Уборка винограда стартовала на полуострове. Традиционно пионерами в этом деле являются аграрии Бахчисарайского района. Корреспондент Мария Асокина обучилась бережно обращаться с лозой и даже посоревновалась в скорости с маститым виноградарем. Сбирать виноград с профессионалом, да еще на скорость, для журналиста затея рискованная. Ирина Петровна в поле 15 лет, обещает, научить сможет любого. Со стороны кажется, что уборка винограда дело не хитрое, но и здесь есть свои нюансы. Ирина Петровна, расскажите, пожалуйста, как правильно срезать кисти, чтобы мы ничего не поиспортили, не повредили. Во-первых, кисть всегда берется снизу, максимально близко срезаем у лозы, аккуратно кладем в ведро. Предлагаю вам попробовать рискните. Так, какую возьмем? Любую. Давайте вот эту. Вот она. Прямо у основания. Все, у меня все, ведерочка. Сколько у вас? Так, у меня 8 килограммов. Давайте посмотрим, сколько у вас. А у вас 4. Здесь это первый урожай виноградник 2016 года посадки. Сахара уже в 18 процентов. Неплохой показатель. На пробных 19 гектарах сорт пино черный. Прижился отлично. Уникальный. С него где получают или высококлассные шампанские вина, или получают хорошие столовые вина, сортовые, сорта пино. Здесь где-то урожай около 20 центнеров с гектара. Это пока немного, да? Да, это пока немного, потому что виноградник должен накрепнуть после посадки, набрать силу. Также вот смотрите, укрепнуть многолетняя древесина, вызарить лоза. Каждый год в хозяйстве высаживают по 220-250 гектаров виноградников. Это почти треть от всех, что закладывают в Крыму. А здесь урожай ждут через 4 года. Посадили. Это и весной. Саженцы австрийские, сорт мерло. Они старательно тянутся к небу, чтобы их темные, сочные ягоды как можно скорее стали крымским вином. Сажать стараются там, где раньше уже приживалась лоза. Поднимают архивы и советуются с местными жителями. Ведь в этом деле даже направление ветра имеет значение. Например, если участок продувается, виноград меньше болеет. Впрочем, здесь готовятся к любым капризам погоды. Сейчас устанавливаем опорный колб. Потом начнем установку шпалеры. Здесь работы немало, 260 гектар. Работы достаточно. Потом будем устанавливать приштамбовый столбик, фиксаторы. Аграриям финансово помогает государство. Каждый год мы в среднем отдаем на виноградарство 600 миллионов и на сады тоже около 600 миллионов. Миллиард 200 мы выдаем. Практически 80% от посадки мы компенсируем до всего технологического процесса. Всего же в этом году крымские аграрии планируют собрать около 80 тысяч тонн винограда и столовых сортов, и технических. Ягода и виноматериал поедут во все регионы России. Часть отправят с границу в Китай и другие азиатские страны. Марина Осокина, Денис Тищенко, Новости 24, Бахчатарайский район. Наверняка многие из вас, дорогие телезрители, по-доброму завидуют нам с Алией, потому что мы встречаем свое утро на 16 этаже жилого комплекса «Альфа». Отсюда открывается просто потрясающий вид на Симферополь. Восходы, закаты, Петровские скалы. В общем, одним словом, красота. Ну, закаты мы еще здесь не встречали, к счастью. Зато восходы мы здесь видели и действительно смотрятся очень красиво. Но я, Саша, предлагаю поговорить немного о погоде, потому что наверняка сейчас все собираются на работу и думают о том, как же следует одеваться, что с собой брать. И для этого как раз-таки наша рубрика. Она подскажет более подробно о синоптической ситуации сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Так, ну я думаю, надо еще озвучить для тех, кто пропустил, может быть, погоду или не услышал. Итак, сегодня в Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь с грозой. Будет дуть ветер со скоростью до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 31 градуса, знаком плюс. В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем возможен дождь и даже гроза. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 20 тепла, а днем до 30. На южном берегу Крыма там тоже переменная облачность. Временами кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем тоже составит 31 градус выше нуля. Погода в Керчи. Временами небольшой дождь и даже возможна гроза. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем до 32 тепла. И стоит отметить, что сегодня в Крыму ожидается штормовое предупреждение. Поэтому сохранится чрезвычайная опасность и, видимо, дожди все-таки нахуй. Хорошо, что мы начинаем свой день без дождей. Кстати говоря, вот некий такой диссонанс возникает. Дело все в том, что, несмотря на штормовое предупреждение, в Крыму сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Поэтому будьте внимательны, выходя в лес или на природу. Но я думаю, что это не помешает. Все равно отметить те праздники, которые приближаются. Я напомню, что 22 августа мы отмечаем День государственного флага Российской Федерации. Конечно же, мероприятия пройдут не только в Симферополе, а также во всех городах Крыма. Стоит отметить, как ялтинцы хотят отпраздновать этот день. Они собираются развернуть огромнейший триколор, в котором примет участие более 100 человек. Ну и, наверное, самое символичное событие на вершину горы Ай-Петри. Напомню, что вершина это 1234 метра над уровнем моря. Будет водружен громадный наш триколор. И этим, в общем, ознаменование российского протектората на солнечном острове. Ну, я думаю, что мы можем продолжить афишу сегодняшнего дня и уже более подробно рассказать о том, как можно провести свой досуг и куда сходить в кино или в театр, а может быть выставка. В общем, что интересного предложат вам наши журналисты. В аэропорту Симферополь появились защитники русской земли. Это выставка заслуженного художника России Романа Фашаяна. Всех, летающих на полуостров и покидающих Крым, встречают скульптуры маршалов, советских артистов, воевавших в годы Великой Отечественной, русских князей и генералов. Кроме того, представлены картины учеников Московской детской художественной школы. Экспозиция продлится до 20 сентября. В Симферопольском художественном музее проходит уникальная выставка «Сальвадор Далип. Священное послание». В экспозиции 105 литографий легендарного испанского художника-сюрреалиста на библейскую тематику. Познакомиться с самым масштабным графическим проектом в творчестве Дали можно до 22 сентября. Сегодня Севастопольский театр танца имени Елизарова приглашает на хореографический спектакль «Кабарет-экспресс». Зрителям представят лучшие композиции, поставленные по мотивам мюзикла «Муллен Руш». Атмосфера праздника, веселья и любви перенесет гостей в Берлин и Париж, где буквально каждая улица имеет свою загадочную тайну. В этом шоу задействована вся труппа театра. Начало в 19.00. На голубых экранах кинолента «Трудности выживания». По сюжету начинающая журналистка Нина в погоне за сенсацией отправляется на необитаемый остров, где, по слухам, живет миллионер-затворник. Баркасса съемочной группы попадает в жуткий шторм, и Нина приходит в сознание уже на пустынном берегу. К счастью, это именно тот остров, который ей был нужен, а значит, она оказалась в надежных руках молодого и симпатичного героя своего репортажа. Но это далеко не конец запутанной истории. Юным зрителям рекомендуется посмотреть фильм «Эбигейл». Это история про молодую девушку, которая живет в закрытом городе. В ее краях появилась неизвестная эпидемия. Но однажды у «Эбигейл» пробуждаются необыкновенные способности. Героиня понимает, что болезнь – это выдумка властей, чтобы забирать людей с магическим даром. И за ней тоже началась охота. Но у девушки есть цель – разыскать отца такого же волшебника, как и она сама. Ну, а я предлагаю вновь напомнить, что сейчас начались ремонтные работы на улице Александра Невского. И уже стоит отметить, там завершена фрезеровка верхнего слоя асфальта. То есть уже снят асфальт. Неровные и корявые. Да, неровные поверхности. И, в общем, можно сказать, что работы вовсю идут. Но стоит отметить, что подрядчик признал свою ошибку в организации движения по прилегающим соседним улицам. Там неправильно был установлен светофор, не вовремя были установлены знаки. Но сейчас, как отчитались исполнительные службы, все это исправлено. Более того, следует отметить, что начали демонтировать троллейбусные линии, а все деревья, которые требуется сохранить, обнесли специальным ограждением, чтобы не повредить их техникой. Поэтому, собственно, ремонт идет в полном разгаре, и это радует. И напоминаю, дорогие друзья, что все транспортные средства общественного транспорта, в первую очередь, которые двигались по этой улице, по улице Александра Невского, перенесены на параллельные улицы. Я предлагаю вам ознакомиться с изменением в их движении. Итак, временная схема движения в направлении железнодорожного вокзала по проспекту Кирова, улице Менделеева и Суворовскому спуску в объезд перекрываемого движения пройдут следующие маршруты. 25-й, 49-й, 57-й, 60-й, 62-й, 81-й, 89-й, 91-й, 94-й, 98-й и 99-й. Ну, а я отмечу, что если вы будете двигаться от железнодорожного вокзала в направлении центра, то тогда общественный транспорт пойдет по улицам Карла Маркса, Жуковского и Самокиша. Те же самые маршруты, которые озвучил Саша. Кроме 49-го. Кроме 49-го. Ну, вот такие вот у нас новости, новости Симферополя. Конечно, они кого-то заставят улыбнуться, а кто-то, может быть, немножко взгрустнет. Но все-таки поводов для радости больше. О том, насколько важно улыбаться, я предлагаю узнать из следующего сюжета. Чередуем. Обними плечи, насос. Дыхательная гимнастика – упражнение для разминки мышц челюсти и языка. Именно с этого начинается постановка дикторской речи. От топота копыт пыль по полю летит. Пожалуй, это самая популярная скороговорка среди тележурналистов. Прежде чем приступить к чтению закадрового текста, речевой аппарат обязательно нужно разогреть. А можно применить другое действенное упражнение – волейбольную сетку. То есть самую обыкновенную улыбку. Это упражнение замечательно разогревает мышцы, которые мы очень редко используем, к сожалению. В актерском мастерстве улыбка – своего рода визитная карточка. Умение продемонстрировать радость искренне и, что немаловажно, в нужный момент – один из главных признаков профессионализма. У меня, к сожалению, умер дедушка, а в этот день, в день похорон был спектакль. И я не смогла уехать, но у нас был спектакль, и нужно было работать и показать зрителю, что тебе тяжело. Если нужно улыбаться, буду улыбаться. Нужно заплакать, я заплачу. Как показывает практика, люди, не имеющие отношения к актерской деятельности, задумываются о природе и пользе улыбки гораздо реже. Однако это не значит, что для них такое выражение эмоций менее важно. Будний или выходной день – дождливая или солнечная погода. Улыбка – это некий рычаг управления настроением и эмоциональным фоном. Стоит только за него потянуть, и даже самый пасмурный день заиграет красками. Ну а лучше всего этим приемом владеют, конечно же, дети. Ребята, вы любите улыбаться? Да, мы любим улыбаться! По словам специалистов, улыбчивым людям проще привлечь внимание, расположить к себе окружающих. Этот процесс детально изучен психологами. Ряд исследований показал, что описывая портрет идеальной женщины, абсолютное большинство испытуемых мужчин упомянули одну черту характера. Нехозяйственные женщины, не очень часто, не доброту ее, они выделяют легкость, жизнерадостность. Вот это легкое дыхание, о котором Иван Бунин говорил, она светится вся, она улыбается, она светится. И понятно, что жизнь с ней будет легкой. Там будет юмор, там не будет вот этой вот тяжести, там не будет усугубления каких-то проблем. Конечно, это людей притягивает. За мимику лица отвечает 36 мышц. Когда человек хмурится, задействуется большая часть из них, в то время как за улыбку отвечает всего 10. Из этого следует, что на выражение позитивных эмоций человек тратит меньше сил. Стефан Филатов, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Стефан Филатов, Руслан Хохлов. Рассматривающие моменты рассматриваются, где можно будет точнее разместить этот автовокзал. Возможно, он будет еще находиться на территории старого аэропорта, а возможно, на территории нового. Но более точно уже мы об этом узнаем 15 сентября. Именно к этой дате будет решено, где же разместить автостанцию. Но дело в том, что в любом случае будут закуплены шаттлы, которые будут доставлять людей до аэропорта и от старого к новому, чтобы уже оттуда было удобно добраться, как ты сказал, во все точки Крыма. Я думаю, что спорить никто не станет, что строительство аэропорта, вместе с ним и автостанции новой, это яркая дата в истории нашего солнечного полуострова. А поэтому мы предлагаем посмотреть хронограф и узнать, какие еще интересные и знаменательные события произошли в этот день. 21 августа 1803 года австралийская газета «Сандэк Газет» впервые в мире подробно описала Каалу. Уникальное животное из семейства двухрестцовых сумчатых обитает на южном континенте и питается только листьями австралийских эвкалиптов. Из-за неконтролируемой охоты на животное к началу 20 века Каалы оказались на грани исчезновения. 21 августа 1911 года из Лувра похитили знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джакондо». Преступника удалось обнаружить только спустя несколько лет. Им оказался работник музея Винчетто Перуджи. Он намеревался продать картину в Италию. После ареста преступник мотивировал поступок тем, что хотел вернуть на родину национальное достояние. В этот день, 96 лет назад, в Советском Союзе появился государственный орган планирования народного хозяйства, коротко именуемый Госплан. Непосредственной задачей организации стали разработка стратегии роста и повышения эффективности производства, уровня благосостояния народа и укрепления обороноспособностей страны. 21 августа 1932 года по инициативе Бенито Муссолини в Венеции прошел первый международный кинофестиваль. Изначально в конкурсе принимали участие только полнометражные художественные картины. Сегодня в программу включены также короткометражные ленты, игровые и документальные фильмы. Главным призом в каждой номинации является фигурка крылатого золотого льва, символа города на воде. 21 августа 1935 года родился Юрий Энтин. Советский российский поэт, драматург, поэт-песенник, сценарист. Широко известен в России и странах Бывшего Союза, как автор текста популярных песен из теле- и мультикопликационных фильмов. Его перу принадлежат стихи ко всем любимым хитам. «Ничего на свете лучше нету», «А мне летать охота», «Антошка, Антошка», «Пой, Чистушки», «Бабка-ёшка» и другие. В этот день 38 лет назад ученые впервые сообщили в прессе об угрозе глобального потепления. Начиная с 1850 года температура атмосферы каждой десятилетия становится все выше. Вообще признано, что это изменение климата связано с хозяйственной деятельностью человека. 21 августа 1993 года Земля потеряла связь космической орбитальной станции «Марс-Эбзевер». Задачей искусственного спутника Красной планеты входило изучение марсианской орбиты, магнитного поля и динамики атмосферы. С исчезновением аппарата мировая наука потеряла значимый источник информации о Марсе. Саль, ну ты знаешь, что лето, конечно же, на исходе уже, к сожалению, в спину дышит осень. Но это не повод расстраиваться, потому что сезон фруктов и овощей в самом разгаре. Впереди у нас еще инжир, оливки, у нас впереди еще фейхуа. В общем, много всего вкусного, а главное, диетичного и полезного. Ну, Саша, ты сейчас, если честно, назвал все-таки какие-то экзотические фрукты. Но действительно самое время, мне кажется, задуматься о правильном питании. И вообще для этого это лучше делать в любое время и утром, и днем, и вечером, когда мы садимся, например, за обед или ужин, нужно думать, что же попадает в итоге к нам в рот. Знаешь, я есть то, что я ем, как говорится. У нас год по этой теме, как прекрасная дама, которая наверняка расскажет вообще все абсолютно о правильном питании, как же сохранить себя на многое-многое лето. Венера Рифатовна Яшлавская, врач-диетолог, которая нам сегодня как раз таки и поведает о правильном питании. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, вы, наверное, уже позавтракали. Конечно. Как правильно позавтракать? Я позавтракала овсянкой с фруктами на молоке. Но это рекомендуется всем? Именно с этого начинается вытянка? Нет, конечно, не всем. У каждого есть противопоказания, вернее, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Но если нет никакой патологии сопутствующей, то, в принципе, можно позволить себе любой злак на молоке с фруктами. Можно дополнить белковым блюдом, но овсянка на молоке сама по себе является белковым блюдом. Может, яичным блюдом пополнить? Может, если у утра начинают с бутербродов? Буцаля съела сегодня кабана, наверное, или утром. Я не знаю, правильно она сделана или нет. Ну, это нужно иметь очень здоровую пищеварительную систему. Нет, конечно, по утрам не рекомендовано такие тяжелые блюда употреблять. Нужно энергией запастись на утро. Это в первую очередь углеводы в виде злаков. И белком. Скажите, сейчас очень много точек зрения на правильное и здоровое питание. Кто-то говорит питаться дробно, кто-то советует вообще есть один раз, но очень плотно. Что вы скажете на этот счет? Я скажу, что нужно индивидуально подходить. И самая идеальная диета будет подобрана индивидуально конкретному человеку. Да, действительно, есть случаи, когда рекомендовано есть 2 или 3 раза в день. И не стоит дробить питание. Особенно это характерно для людей с инсулинорезистентностью, с сахарным диабетом. Но в то же время для человека активного, молодого, 5-6 разовое питание вполне подойдет. То есть нужно дифференцированно подходить в любом случае. То есть, грубо говоря, взять, съесть кастрюлю борща 6 раз в день? Нет, конечно, еще важно, чем вы наполняете свою тарелку, а не только сколько вы и как часто едите. А чем же надо наполнять? Посоветуйте нам и телезрителям. Если мы говорим о среднестатистическом молодом здоровом человеке, то в его рационе должны присутствовать все абсолютно компоненты. Это и углеводы в виде макарон, картофеля, любой каши, то есть любой крупы. Это белковые блюда, яйца, стандартный набор, мясо, птица, рыба. И жиры. Жиры в пользу, конечно, ненасыщенных, более полезных категорий. Это нерафинированные масла, это красная рыба, либо жирные сорта белой рыбы, богатые омега-3 жирными кислотами. И, конечно же, витамины и минералы, которые мы получаем из овощей, из фруктов, либо в виде дополнительных добавок. А вот мне интересно по поводу овощей и фруктов. Какое количество их в день надо съедать? Есть ли здесь какая-то предел или норма? Или можно есть килограммами? В общем, это не возбраняется. Если мы говорим об овощах, особенно зеленых овощах, либо зелени, можно есть килограммами, и это не отложится в лишних килограммах, так скажем. Средняя статистическая норма по овощам и фруктам – это 500 граммов в день, которые включают и овощи, и фрукты. Да, это минимум, который необходимо употреблять. Но, конечно, больше акцент необходимо делать в сторону овощей, потому что фрукты всё-таки это углеводы, достаточно калорийные, и при избытке в рационе они могут привести к избыточному весу. Ирина Графетовна, скажите, пожалуйста, тоже точки зрения расходятся у многих учёных. Сколько же нужно пить? Кто-то говорит полтора литра в день, кто-то говорит летом до трёх литров в день. А вот некоторые люди говорят, что пить нужно ровно столько, сколько хочется. Что вы порекомендуете? Если у вас идеально развито чутьё, хотите ли вы пить или есть, вы дифференцируете эти моменты, тогда вы можете по потребности пить. Как понять, вот идеально или не идеально? Да. Ну, вы можете обратить внимание на внешний вид человека, на состояние его здоровья. То есть каждый чувствует в основном, воспринимает, то есть интуитивное питание, так скажем, и может ли он не заедать, дифференцирует ли он чувство жажды с чувством голода. В среднем это 30 мл на килограмм массы тела, идеальная масса тела, которая вычитывается по индексу массы тела. Если, опять же, говорить о людях без сердечно-сосудистой патологии, без заболеваний почек. 30 мл на килограмм массы тела – это цифра, необходимая в сутки, ежедневно каждому человеку. А вот вы упомянули такое красивое словосочетание «интуитивное питание», «интуитивная диета». Что это такое и можно ли этому вообще доверять? В отдельных случаях можно доверять. Это то питание, когда человек питается по собственным ощущениям. То есть он понимает, что в конкретный момент он хочет съесть, и что в конкретный момент он хочет пить. Хочется ли ему есть или не хочется. То есть это может быть и 6-12-часовой период голодания, и при этом он будет себя чувствовать прекрасно, будет абсолютно здоровым. Но, конечно, на этапе активного снижения массы тела не рекомендовано интуитивное питание, потому что, как правило, у таких пациентов нарушен контроль питания, и нарушение пищевого поведения имеет место. Поэтому я бы рекомендовала это либо здоровым людям, либо пациентам, которые уже пришли к стабильной массе тела, удерживают в течение минимум года эти показатели, и чувствуют уже свой организм. Поэтому интуитивное питание совсем неплохой вариант, но в отдельных ситуациях. Вот я боюсь, что многим интуиция подсказывает как раз-таки ровно в полночь подойти к холодильнику и достать что-нибудь там спрятанное, да, сладенькое или жирненькое. И жирненькое. Я думаю, что это другая категория людей. Все-таки это люди с нарушением пищевого поведения, либо нарушенным режимом сна и отдыха, потому что в 12 часов все-таки рекомендовано для здоровья спать. Вот. Если бы всегда получалось еще. Не дежурить возле холодильника. Спасибо большое. Я напомню, у нас сегодня в гостях Венера Арифатовна Ешлавская, врач-тиитолог. Спасибо вам. Мы двигаемся дальше. То, о чем говорит Всемирная сеть. Новости интернета. Наши корреспонденты собрали наиболее интересные факты и готовы вам их доложить. Саранский мужчина в состоянии алкогольного опьянения хотел выбросить ребенка из окна. Как рассказали очевидцы, одной рукой он держал малыша за ногу, а другой вцепился в нож. К счастью, злодея удалось вовремя остановить. Бесстрашие проявил участковый Василий Мартынов, которому удалось залезть на балкон. Полицейский обезвредил злоумышленника и передал здорового и невредимого младенца матери. Искусство парикмахера не заканчивается модной стрижкой. Это доказала Светлана Гроздановская из Македонии. Когда клиент встает с кресла, остриженные волосы превращаются в портрет. Сейчас женщина колдует над лицом певца Лени Кравица. Светлана уже создавала из волос образы футболистов Месси, Народнальдинья, рэпера Эминема и певицы Рианы. Все свои творения она делает в конце рабочего дня. Защититься от укосов комаров теперь станет проще. В Израиле создали прибор, который способен отыскать их в комнате. По мнению Всемирной организации здравоохранения, эти назойливые насекомые представляют большую опасность для человека. Ежегодно от перенесенных им инфекций умирают около 750 тысяч человек. Израильские специалисты работали над прибором три года. Он умеет отличать комара от других насекомых и частичек пыли. Британец поставил новый мировой рекорд скорости на велосипеде среди мужчин. Ему удалось разогнаться до 280 км в час. А все благодаря специальному автомобилю, который снижал аэродинамическое сопротивление. Однако самой быстрой в мире остается все же американская велосипедистка Денис Мюллер. Она сумела проехать по высохшей поверхности соленого озера в штате Юта со скоростью 296 км в час. В Чехии полицейские 8 часов ловили четырех свинок. ЧП произошло в городе Брно. Сообщается, что животные сбежали из загона в Центральном парке. В операции по поимке беглецов участвовали пожарные, полицейские, ветеринары и другие службы. После долгих часов охоты три свиньи были пойманы в сети, а самую юркую и шуструю пришлось усыпить дротиком со снотворным. Каждый водитель хоть раз в жизни сталкивался с проблемой, когда машина отказывается ехать. Вот этим героям не повезло. Двигатель заглох, и его никак не получалось завести. Но ребята нашли выход из ситуации. Нерабочий транспорт они прицепили к троллейбусу. Однако в какой-то момент что-то пошло не так. Это ДТП тут же попало в поле зрения полицейских, которые совершенно случайно оказались рядом. Сань, ну ты знаешь, я в очередной раз хочу подчеркнуть, что телевидение – это всегда немного магия. Потому что сегодня здесь, завтра там, сегодня одни лица, и тут же они сменяются другими. Так вот, мы предлагаем свои светлые лица, меня и Салей сменить, на другое светлое лицо, которое прямо сейчас находится в детском парке. Ирина, наш мобильный корреспондент, готова рассказать что-то очень интересное. Ирина, доброе утро. Доброе утро, Юрий. Доброе утро, телезрители. Доброе утро, коллеги. Сегодня на календаре 21 августа. А это значит, что наше лето, к сожалению, потихонечку подходит к концу. Но это совсем не повод расстраиваться, потому что я уверена, что осень тоже нас порадует такими же теплыми и радостными днями. Ну а что же будет сегодня происходить с погодой? В течение дня будет температура от 20 градусов, а ближе к вечеру температура воздуха прогреется до 27 градусов тепла. А ветер будет 7-12 метров в секунду и даже местами 15 метров в секунду. В принципе, в течение дня ожидается довольно-таки хорошая, приятная теплая погода, но с переменной облачностью. И даже, возможно, кратковременные дожди. Ближе к ночи возможен дождь вместе с грозой, но уже к утру погода должна прийти в себя и немножечко повеселеть. Интересно, что синоптики ведут статистические данные и известно, что этот день стал самым жарким в 1972 году, а именно 36 градусов. А самым холодным этот день был в 1722 году, 7 градусов. Опять же, как по мне, то это парадокс. Жаркий день, а 7 градусов тепла, осенняя погода. Но, как говорится, бывает-бывает, мы идем дальше. Сегодня, я напомню, 21 августа, и этот день считается днем почести великого епископа Мирона. Также его в народе называют Мирон Ветроган. Почему Ветроган? Потому что в этот день обычно очень сильно дует ветер. И даже бытует такое поверье, что какая будет погода 21 августа, такое будет январь месяц. Ну, а я думаю, нам рано думать и планировать о том, что же будет в январе. Нам сейчас нужно провожать лето и максимально делать это классно, хорошо, позитивно. Ну, а у меня на этом все. Я передаю вам слово, коллеги. Саля, ты знала, что Керчь является одним из самых тихих и комфортных городов Российской Федерации? Ну, теперь, конечно же, благодаря интернету и я знаю об этой новости и о том, что действительно из 200 возможных городов, которые претендовали на это звание, Керчь оказалась в десятке и набрала оценку 7,6 балла. И это считается очень высокая оценка. Ну, а конкуренцию ей разместили города Ейск, Михайловск, Геленджик, Туапсе, ну и так далее. Была создана специальная анкета, где жители, а их было всего 200 тысяч человек опрошено, ставили по каждому из пунктов от 1 до 10 баллов. То есть, тихо вам живется или не тихо, комфортно, некомфортно, и таких вопросов было 10. Так вот, суммарно Керчь наша набрала 7,6 балла. То есть, это один из очень высоких показателей. Ну, действительно, мне кажется, долгое время Керчь наша была забыта немножко, не богом, но людьми, туристами вернее, потому что ее особо не посещали, наверное, из-за того, что очень далеко она располагалась от центра, от Симферополя. Но сейчас ситуация совершенно в корне изменилась. И теперь, да, Керчь один из первых городов, который встречает всех гостей полуострова. Вот такой вот фокус, одним словом. Ну, надо сказать, что фокусы — это наша профессия, профессия телевизионщиков. В общем-то, об этом сняли и сюжет наши корреспонденты. Они узнали, как же происходят магические действия. Конечно, пообщались они не с Гарри Поттером, а с самыми настоящими мастерами своего искусства. Давайте, собственно, поинтересуемся, как это происходит через сюжет. Загадочные и таинственные. Фокусы всегда были интересны зрителям. И если одни относятся к ним скептически, то у других волшебные трюки и искусно подготовленные номера всегда вызывают бурю эмоций. Шляпа, голуби, колода карт — это всего лишь небольшой список атрибутов фокусника. Человек, который дарит невероятные эмоции и радость людям при помощи своего необычного мастерства. И прямо сейчас я предлагаю вам окунуться в прекрасный мир магии. Многие иллюзионисты посвящают своему мастерству даже не года, а десятки лет. Существует несколько жанров, один из которых называется микромагия. Это фокусы с картами, монетами и другим мелким реквизитом. И не важно, 10 тебе или 50, окунуться в мир иллюзий хотят люди разных возрастов. Но постичь это мастерство невозможно без выдержки, сосредоточенности и юмора. И мы хватаем большой палец левой руки. И главное, уверенно, уверенно, для всех делаем самый тяжелый фокус. Смотрите, мы отрываем большой палец. Меня отрывает, почему-то на стене. Нужно еще подуть, подуть. Вот, да, и теперь отрываем. О, отлично, отлично. Смотрите, лето, жара, поэтому пальчик проветриваем и возвращаем обратно. Работать не за деньги, а работать для людей. Таков девиз Александра Малабенского. От общения с людьми он получает столько драйва и искренних эмоций, что уже не мыслит в своей жизни без зрительской отдачи. Я понял то, что мне нравится давать эмоции людям. Даже смысл не в фокусах, а в том, чтобы люди улыбались, смеялись, как-то получали эмоции. Вот я понял, в этом кайф какой-то. У каждого фокусника есть свой стиль. Поэтому даже к самым мелким деталям и элементам представления иллюзионисты готовятся тщательно, придумывая свой подход и оригинальную подачу. Есть коммерческий директор, которому я плачу процент со своего дохода. Смотрите, я вот так вот появлю этот процент у вас. Не бойтесь, это не ваши 5 рублей. И мы ему сейчас заплатим. Смотрите. Боря, забирай. Настоящий фокусник, человек, который не просто может похвастаться ловкостью рук, это универсальный артист, готовый работать в самых разных жанрах. Фокусник — это все жанры. Это, наверное, и режиссеры, и актер, и просто вот все, не знаю, и музыкант. Потому что ты все равно должен подобрать... Ну, можно, конечно, простить работу, нанять режиссера, который все это сделает, но... А где уникальность тогда? Уникальность прежде всего в чуде. И пока интерес к нему не угас, этот жанр всегда будет привлекать тех, кому так хочется разбавить будни сказкой. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня. Саленька, ну ты согласна, что мир магии — это своеобразный наркотик? Затягивает. Но все-таки это не настолько страшный наркотик, как те, о которых сейчас мы будем с тобой говорить. Дело в том, что... У нас уже есть гость. Особый человек. Уполномоченный представитель Национального антинаркотического союза по Республике Крым Юрий Платыцын. Да, и эта тема очень сложная. Кстати, у нас вчера, ты помнишь, да, мы говорили о ситуации с наркоманией в Крыму в целом. И оказалось, что эта проблема для нас очень актуальна и распространяется сейчас в основном синтетические наркотики. Поэтому тему мы все-таки, наверное, продолжим в каком-то таком русле. И думаю, Юрий Владимирович Платыцца нам как раз более подробно об этом и расскажет. Доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте, наверное, скажем о реабилитационном центре антинаркотическом, который в Крыму, он есть уже, существует. В Крыму существует и не один реабилитационный центр. В состав фонда «Затрезвый Крым» на данный момент входят такие-то и реабилитационные центры. Один расположен в городе Севастополе и два в городе Симферополе. В общей сложности сейчас проходит порядка ста человек курс реабилитации от химической зависимости. В основном это люди, употребляющие синтетические наркотики, которые заполонили наш город и нашу страну сейчас в целом. То есть они сегодня все так же на первом месте находятся? На самом деле так и есть. И по опасности. Но я еще знаю, что в конце августа открывается лагерь. То есть это не центр, это лагерь, который будет временно действовать. Совершенно верно. Такая практика существует уже порядка 15 лет. И лагерь Национального антинаркотического союза, региональным представителем которого является фонд «Затрезвый Крым», будет проводить лагерь в Крыму, в песчаном Бахчисарайском районе. В конце августа с 28 числа по 3 сентября эта площадка примет порядка 800 зависимых людей. Прошлый лагерь, проходящий в Москве зимой, собрал больше полутора тысяч зависимых человек, участников этого терапевтического мероприятия. Лагерь будет очень интересный. На протяжении 6 дней люди, вовлеченные в это мероприятие, ощутят на себе большой терапевтический эффект. Тот эффект, который невозможно ощутить дома, бросая употребление, либо попадая в медицинское учреждение. Когда ты лежишь на кровати, смотришь на серые стены, и тебе кажется, что отказаться от наркотиков не приносит никакого удовольствия, никакой радости. Но когда ты попадаешь в большое мероприятие, где приезжает большое количество звезд, спортсменов, а в этом лагере будут присутствовать и Федор Емельяненко, проведет открытую тренировку с зависимыми людьми, и большое количество спортсменов, звезд, эстрады. А кто именно, если не сексуал? Закрываем их. Будут рэперы, будут футболисты, Александр Самедов, Дмитрий Камбаров, люди, которые играли за сборную России. Будет Дмитрий Цемпленков, армрестлер. Большое количество звезд, сейчас идет согласование, сами понимаете. Есть особенности у Крыма, и не все медиалищности могут сюда спокойно прилететь и поучаствовать в этом мероприятии. Но, несмотря на это, люди, видя эту атмосферу, попадая в этот терапевтический эффект, получают невероятный заряд позитивных эмоций, которые сильно сказываются на их выздоровлении. Ну, а все-таки, вот мне интересно, какой, извини, Саша, какое их будет участие в этом? Они будут предлагать вам такую моральную, наверное, психологическую помощь, да? Или даже где-то они будут, не знаю, агитировать за то, чтобы бросили... Они будут заряжать своей энергией. Когда Федор Емельяненко жмет руку зависимому человеку, только вставшему на путь трезвости, и говорит, что с помощью спорта ты сможешь отказаться от употребления и будешь двигаться в сторону трезвого образа жизни, для человека это заряд. Он эту легенду видел по телевизору, следил за ним. Но это действует? Это очень сильно действует. Когда люди известные становятся на один уровень с участниками лагеря и просто своим энтузиазмом показывают, что не стоит ставить крест на своей жизни, есть другая жизнь, есть возможность. Просто сейчас нужно преодолеть свое заболевание, свою зависимость. Это позитивно. Плюс они украшают каждый день наши творческие мероприятия, вечерние концерты. И тот позитив, который идет со сцены, он очень сильно сказывается на внутреннем состоянии зависимых людей. То есть, по сути, это лечение хорошим настроением и тем образом жизни, к которому люди должны стремиться? Совершенно верно. Но помимо этого будет большое количество спортивных мероприятий. Футбол, волейбол между регионами, пейнтбол, творческие мастер-классы. Большое количество вузов даст гранты на обучение для людей, проходящих реабилитации в Национальном антинаркотическом союзе. Юрий Владимирович, я знаю, что у Вашего заведения «Тотрезвый Крым» есть своя футбольная команда, которая имеет даже отдельные успехи. Совершенно верно. И в этот раз в лагере мы претендуем тоже на высокие места. Помимо команды реабилитантов, также будет участвовать в соревнованиях и команда сотрудников, которая уже не первый год играет в Крымской футбольной лиге по мини-футболу. Ну, а вот я бы хотела узнать по поводу, наверное, того, как принять участие, как попасть в этот лагерь, хотя все-таки там оказаться не очень хочется. Согласись, Саша. Многие гости, приезжающие в лагерь, воспринимают это как опасную территорию, на которой соберется большое количество зависимых людей. Но когда люди приезжают в лагерь, видят эти счастливые лица, ребят, девушек, которые смогли отказаться от зависимости, видят искренние слезы родителей, которые гордятся за своих детей, гости окунаются совершенно в другую атмосферу и очень сильно наполняются сами энтузиазмом и желанием быть сопричастными и участными в борьбе с зависимостью. То есть правильно я понимаю, что не только зависимые люди, но и всякие желающие могут побывать там? Могут, там есть определенные требования и критерии, потому что это особенная площадка, там проходят курсы реабилитации зависимые люди. То есть нельзя просто так там будет употреблять алкоголь либо еще какие-то вещества. То есть здесь строгий контроль на входе. Всегда подаются списки организаторам, и если кто-то хочет поучаствовать в терапевтическом лагере, то добро пожаловать. К нам идут обращения из Сомска приезжают в лагерь участники, из Екатеринбурга, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Казань. Городов большое количество, долго перечислять не буду. Также будут представители и других стран. Ведь не секрет, что Национальный антинаркотический союз своей деятельностью показался на площадке ООН и представляет там Российскую Федерацию, показывая, как эффективно бороться с зависимостью альтернативными способами. И данный лагерь хотят применить в своей стране такие страны, как Молдова, Азербайджан и даже Уганда. Уганда. Ирина Владимирович, но все-таки, вот как, я хочу побывать, например, что мне нужно для этого? Ну, я независимый человек, в хорошем понимании этого слова. Вы можете обратиться на горячую линию Национального антинаркотического союза, зайдя на сайт, либо позвонив по телефону 8 800 500 550 и, соответственно, подать заявку на участие. После того, как вас внесут в список, обратившись к организаторам, попадете в данное мероприятие. Ну, а, примерно, сколько участников будет? Сколько вы ожидаете? Мы ожидаем чуть больше 800 человек. Это те, кто нуждается в реабилитационной помощи? Или это вместе с приглашенными звездами? Это вместе с приглашенными звездами, с участниками, с творческими коллективами с Крыма. В общей сложности будет порядка 800 человек. Возможно, будет и больше, потому что, как показывает практика, в прошлые годы пришлось доставлять стулья для того, чтобы на вечерних концертах все желающие смогли уместиться. Чувствую себя комфортно. Ну, а технически возможно в песчаном небольшом поселке разместить такое тысячу человек? Возможно. Для этого уже не первый год нам помогает детский лагерь Мандаин. Дети уже заканчивают свой сезон, и эта площадка, она предоставляется нам для участия в этом лагере. Заезжают взрослые. Что касается аппаратуры и остальных технических средств, то здесь идет сильная поддержка. Если в Москве нам помогает телеканал ФМ Жара, то совершенно то в Крыму мы тоже с помощью привлеченных специалистов других направлений создаем такие условия, чтобы максимально было комфортно. Всегда идут прямо эфиры. Большое вам спасибо. Напоминаю, в гостях у нас в нашей студии Юрий Вагмирович Платыцын, уполномоченный представитель Национального антинаркотического союза в Республике Крым. Еще раз вам спасибо за ваш очень интересный рассказ. Спасибо. Спасибо большое. Ну, а мы продолжаем наш эфир и прямо сейчас предлагаем посмотреть очередную рубрику под названием Крым Онлайн, где вы увидите забавные и не только и важные новости, взятые из интернета, но те события, которые произошли на территории Крыма. Жители Севастополя жалуются на лиц без определенного места жительства, которые устраивают свои лежбища в самом центре города Героя. Помимо неприятного запаха, горожан возмущает шум компании, употребляющей горячительные напитки. Севастопольцы спрашивают в комментариях, к кому обращаться в таком случае к правоохранителям или коммунальщикам. Цапля Сима негласно символ крымской столицы подверглась нападению неизвестных. Остановить злоумышленников помогли бдительные прохожие. Пользователи соцсети предположили, что мужчины находились в нетрезвом состоянии. По словам очевидцев, птица погибла. На данный момент официальных данных о состоянии животного нет. На улице Гайдара Симферополя автомобиль протаранил недавно установленное ограждение моста через реку Салгир. Металлическая конструкция получила значительные повреждения и теперь нуждается в ремонте. Разочарованные горожане в комментариях пишут, не успели отремонтировать, а уже сломали. Одна из главных достопримечательностей Большой Ялты дворец Ласточкино гнездо. Замок возвышается над морем на 40-метровой скале Аврора. Путешествия к этому памятнику вдоль побережья пользуются популярностью многие годы и не только у гостей полуострова, но и среди местного населения. Один из экскурсантов поделился своими впечатлениями от воежа, смонтировав небольшое видео с атмосферной музыкой. Отдых без музыки не отдых. Олицетворение песни Булата Акуджавы про веселого барабанщика на улицах Феодосии. Парень настолько мастерски владеет ритмом, что он не оставил равнодушным прохожих. Помимо виртуозной игры музыкант демонстрирует акробатические номера с инструментом. Одним словом, крымская земля полна талантами. Ну и напоминаю, что находимся мы на крыше 16 этажа жилого комплекса Альфа. Наши партнеры предоставили нам эту импровизированную площадку для того, чтобы мы поднимали вам сегодня утром настроение. Ну а еще настроение может поднять следующая новость. Дело в том, что за период январь-июнь на свет в Крыму появилось почти 9 тысяч малышей. Но об этом, конечно же, сообщает Крымстат, как рассказали в ведомстве, каждый третий родившийся ребенок был первым в семье. А ты одна в семье? Я одна в семье. К сожалению. Наверняка для этого тебя отдали в музыкальную школу и ты училась играть на арфе. Ты, кстати, Саша, угадал. Меня действительно отдавали в музыкальную школу, но там я училась играть не на арфе, а на пианино. К сожалению, мой учебный год проделся всего один день в музыкальной школе, после чего я начала заниматься танцами. Но это совершенно другая история. А сейчас мы предлагаем рассказать о диджеях, которые музыку не бросили, а сделали ее своей частью жизни. С появлением дискотек 50-й ведущих танцвечеров называли диск жокеями. Впоследствии слово сократили до аббревиатуры диджей. У этих ребят даже своя терминология. Яблоко, блин, антискольжение и бочк. Как со всем этим управляться, знает гравер. По паспорту Сергей Березуцкий. Последние 12 лет он провел за диджейским пультом. Увлекся музыкой Сергей еще во время школьных дискотек. Тогда просто включали композиции для танцующих. Никакого специального оборудования, под рукой лишь кассеты. С улыбкой вспоминает, как ленту зажевывал магнитофон и приходилось перематывать ее карандашом. Я по телевизору увидел первый раз выступление диджея ATB. В то время он был очень популярен. Я увидел его выступление с какого-то фестиваля и там было движение, когда он показывает, как два трека, он перекидывает кроссфейдер и меняется музыка. И для меня это тогда вообще было открытие. Типа вау! Его коллега по цеху Стас любит большие клубные залы и гастроли. Именно на них пришлось самое золотое время его карьеры. Сегодня развлечения в этих заведениях практически сошли на нет. Клубы уже остались в прошлом, потому что это ночная жизнь, это не всем интересно, не каждой семье это интересно. А сейчас уже больше в ивенте индустрии. В ивенте индустрии это организация и проведение немножко другого формата. На таких масштабных ивент-мероприятиях нужно не только сводить трек с треком, но и сопровождать. Например, Стас не так давно участвовал в открытии воздушной гавани Крыма. Диджейская установка Сергея это синтез классического винила и современных возможностей. Собранная по последнему слову техники аппаратура позволяет автору компилировать любые композиции. Если это идет грубо говоря прошлый какой-то век но они до сих пор востребованы то это уже новый век на них тоже больше возможностей. Но сейчас мой пульт он уже модифицированный под нынешнее время и в нем встроен процессор с помощью которого я могу управлять музыкой с ноутбука. Главное качество такого музыканта это не техника игры или способы сведения трека а вкус выработать который совсем непросто. а для того чтобы качественно сделать минус нужно точно чувствовать середину и хорошо знать музыку которую играешь. Я могу продемонстрировать что такое мэшап. Мэшап это мы бьем две песни и самые сливки от одной и самые сливки от другой песни и накладываем их друг на друга и получается у нас уже новая композиция какая-нибудь. Сегодня даже существует школа диджейнга где каждый может освоить навык смешивания музыкальных треков. Кстати до сих пор официально профессий диджея в России не существует никаких трудовых книжек оформления отношений с работодателем. В современном диджейнге существует множество направлений сведений например одно из них лайф ремикс сейчас требования к профессии возросли музыки людям мало нужны еще и танцы номера все как у популярных артистов Ольга Литвиненко Руслан Хохлов утро нового дня Доброе утро друзья доброе утро всем тем кто встречает второй час этого утра вместе с нами для вас в прямом эфире работает Александр Ткачев Фасалия Салямова ну а я напомню что работаем мы в прямом эфире а это значит что вы можете провести также компанию вместе с телеканалами Первый Крымский и Крым 24 сразу на двух телеканалах мы и вещаем 8.02 что бы это могло значить я думаю что самое время рассказать о важном о новостях так вот дорогие друзья важная новость если вдруг у вас есть знакомый подрядчик в городе Керчи приглашайте его потому что там как раз разыскивают подрядчика ищут исполнителя работ для капитального ремонта драматического театра имени Александра Пушкина на реконструкцию здания федеральный и республиканский бюджет выделили 93 миллиона рублей как сейчас работают местные артисты и как преобразиться городской дом культуры более подробно расскажет наш корреспондент Сергей Щербаков провел в стенах театра все детство выступал на сцене в составе вокально-инструментального ансамбля а вскоре будет принимать участие в постановке спектаклей на сцене Керченского драматического театра имени Александра Пушкина Я очень рад что я нахожусь сейчас в истоках за рождение второго рождения этого театра и буду очень рад все-таки что когда он снова станет драматическим театром Сейчас в этом здании располагается городской дом культуры статус театра только предстоит вернуть Сейчас мы уже набираем две группы немножко разного возраста одни совсем маленькие другие чуть постарше которых мы будем обучать театральному делу Это будет детская театральная мастерская где мы будем воспитывать как будущих актеров и также мы будем воспитывать будущих декораторов реквизиторов постижеров Ремонт здания начался еще в прошлом году завершили первый этап обновили кровлю скоро рабочие заменят инженерные сети окна и двери отреставрируют стены и потолки в рабочих помещениях А это сердце театра сцена занимает больше пространства чем зрительный зал что создает уникальную акустику даже шепот артиста будет слышно на дальних рядах Балконы с лепниной бархатные красные стулья люстра из чешского хрусталя всему вернут первозданный вид к ремонту сцены приступят позже сейчас ищут подрядчика который возьмется за столь непростую работу Выполнение работ будет вестись в два года это 19-20 год на 19-й год будет выделено 20 миллионов общая сумма данного контракта на 93 миллиона Главный холл Дома культуры сегодня сдают в аренду это вынужденная мера чтобы поддерживать работу детских кружков и делать косметические ремонты Внешне здание театра привлекает взгляды туристов белоснежные своды мощная колоннада уже зовут зрителя на спектакль но афиши пока анонсируют другие мероприятия Поклонники Мелепомены в Керчи надеются реконструкция городского Дома культуры станет новой точкой отсчета в театральной жизни города-героя Мы счастливы что сейчас есть возможность очень хорошо отработала администрация сейчас есть возможность его полностью капитально отремонтировать в следующей очереди это будет материально-техническое переоснащение базы и он заработает как полноценный театр Это событие ждут и жители и гости города чтобы снова встать в очередь за билетом на спектакль после такого большого перерыва Мария Антишина Олег Черемисов Александр Коваль Новости 24 Керчь Уборка винограда стартовала на полуострове Традиционно пионерами в этом деле являются аграрии Бахчисарайского района Корреспондент Мария Осокина научилась бережно обращаться к стратегическим продуктам Республики Крым Более того она посоревновалась в скорости с маститым виноградарем Что из этого вышло давайте узнаем из сюжета Сбирать виноград с профессионалом да еще на скорость для журналиста затея рискованная Ирина Петровна в поле 15 лет обещает научить сможет любого Со стороны кажется что уборка винограда дело не хитрое но и здесь есть свои нюансы Ирина Петровна расскажите пожалуйста как правильно срезать кисти чтобы мы ничего не поиспортили не повредили Во-первых кисть всегда берется снизу максимально близко срезаем у лозы аккуратно кладем в ведро предлагаю вам попробовать рискните какую возьмем любую давайте вот эту вот она вот прямо у у да вот здесь у у основания все у меня все ведерочка сколько у вас так у меня 8 килограммов давайте посмотрим сколько у вас а у вас 4 здесь это первый урожай виноградник 2016 года посадки сахара уже 18 процентов неплохой показатель на пробных 19 гектарах сорт пино черный прижился отлично уникальный с него где получают или высококлассные шампанские вина или получают хорошие столовые вина сортовые сорта пино здесь где-то урожай около 20 центнеров с гектара это пока немного да это пока немного потому что виноградник должен накрепнуть после посадки набрать силу так же вот смотрите вот укрепнуть многолетняя древесина вызреть лоза каждый год в хозяйстве высаживают по 220-250 гектаров виноградников это почти треть от всех что закладывают в крыму а здесь урожай ждут через 4 года посадили это и весной саженцы австрийские сорт мерло они старательно тянутся к небу чтобы их темные сочные ягоды как можно скорее стали крымским вином сажать стараются там где раньше уже приживалась лоза поднимают архивы советуются с местными жителями ведь в этом деле даже направление ветра имеет значение например если участок продувается виноград меньше болеет впрочем здесь готовятся к любым капризам погоды сейчас устанавливаем опорный колб потом начнем установку шпалеры здесь работы немало 260 гектар работы достаточно потом будем устанавливать приштамбовый столбик фиксаторы аграриям финансово помогает государство каждый год мы в среднем отдаем на виноградарство 600 миллионов и на сады тоже около 600 миллионов миллиард 200 мы выдаем практически 80% для от посадки мы компенсируем до всего технологического процесса всего же в этом году крымские аграрии планируют собрать около 80 тысяч тонн винограда и столовых сортов и технических ягода и виноматериал поедут во все регионы России часть отправят с границу в Китай и другие азиатские страны Марина Осокина Денис Тищенко Новости 24 Бахчатарайский район Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну а я думаю, что стоит напомнить нашим зрителям, что находимся мы на 16-этажном здании, вернее, на его крыше, где и расположилась наша необычная студия. Жилой комплекс «Альфа» – наши партнеры по этому проекту. И сегодня мы обещаем с их площадки большое им спасибо за эти декорации. А, собственно, декорации-то у нас что? Виды Симферополя, который только просыпается. Но лучше ее не придумаешь, мне кажется, потому что таким декорациям могут позавидовать абсолютно все телеканалы. Вот отсюда очень хорошо видно все-таки, что же ожидать с сегодняшнего дня, какая будет сегодня погода. Для тех, кто не находится на крыше жилого комплекса «Альфа», мы предлагаем узнать эту информацию из следующего материала. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Днем ожидается дождь с грозой И Саша тоже будет дуть северо-восточный ветер Правда порывы его будут немного сильнее 14 метров в секунду Температура воздуха днем составит 30 градусов тепла На южном берегу Крыма переменная облачность Временами кратковременный дождь И даже гроза Ветер северо-восточный и тоже 12 метров в секунду В днем возможны порывы до 15 Температура воздуха прогреется до 31 тепла В Керчи переменная облачность Там временами небольшой дождь с грозой Температура воздуха днем Достигнет 30 градусов со знаком плюс Как вы могли заметить, дорогие друзья Везде штормовое предупреждение Везде обещают грозу, поэтому пожалуйста Будьте внимательны, смотрите на погоду Выходя, все-таки стоит может быть захватить с собой зонт Более того скажу, что несмотря на то, что будут дожди В Крыму сохраняется высокая пожароопасность Да, ну вот такой будет синоптическая картина сегодня А мы предлагаем сновь вернуться к улице Александра Невского И напомню, что там ведутся ремонтные работы Потому что все те, кто сегодня отправляется на работу Вам лучше бы спланировать свой путь И эту улицу объехать Потому что проехать по ней не получится Она, можно сказать, забаррикадирована ремонтниками Напомним, что участок улицы Александра Невского От площади Советской до соприкосновения с улицей Толстого Сейчас на реконструкции И все транспортные средства идут в обход Если вы движетесь в направлении от железнодорожного вокзала В направлении центра То все транспортные средства, маршрутки пройдут По улице Карла Маркса, Жуковского и Самокиша А именно номера 25, 52, 57, 60, 81, 89, 91, 98, 99 Ну а если вы направляетесь в сторону железнодорожного вокзала То ваш маршрут будет таким От проспекта Кирова на улицу Менделеева И Суворовскому спуску в объезд перекрытого участка Ну что ж, это все-таки, в общем-то, хорошая новость Что реконструируются улицы И повод улыбнуться за наш город, порадоваться Ведь что может быть прекраснее, искренней и светлой улыбки? Улыбка! Именно это стало темой нашего следующего сюжета И мы предлагаем узнать более подробно, казалось бы, о таком элементе нашей жизни Но оказывается, о таком важном Чередуем Обними плечи, насос Дыхательная гимнастика Упражнение для разминки мышц челюсти и языка Именно с этого начинается постановка дикторской речи От топота копыт пыль по полюлетит Пожалуй, это самая популярная скороговорка среди тележурналистов Прежде чем приступить к чтению закадрового текста Речевой аппарат обязательно нужно разогреть А можно применить другое действенное упражнение Волейбольную сетку То есть самую обыкновенную улыбку Это упражнение замечательно разогревает мышцы Которые мы очень редко используем, к сожалению В актерском мастерстве улыбка своего рода визитная карточка Умение продемонстрировать радость искренне И, что немаловажно, в нужный момент Один из главных признаков профессионализма У меня, к сожалению, умер дедушка А в этот день, в день похорон был спектакль И я не смогла уехать Но у нас был спектакль И нужно было работать И показать зрителю, что тебе тяжело Если нужно улыбаться, буду улыбаться Нужно заплакать, я заплачу Как показывает практика, люди, не имеющие отношения к актерской деятельности Задумываются о природе и пользе улыбки гораздо реже Однако это не значит, что для них такое выражение эмоций менее важно Будний или выходной день, дождливая или солнечная погода Улыбка – это некий рычаг управления настроением и эмоциональным фоном Стоит только за него потянуть И даже самый пасмурный день заиграет красками Ну а лучше всего этим приемом владеют, конечно же, дети Ребята, вы любите улыбаться? Да, мы любим улыбаться! По словам специалистов, улыбчивым людям проще привлечь внимание Расположить к себе окружающих Этот процесс детально изучен психологами Ряд исследований показал, что, описывая портрет идеальной женщины Абсолютное большинство испытуемых мужчин упомянули одну черту характера Нехозяйственные женщины, да? Не очень часто, не доброту ее Они выделяют легкость, жизнерадостность, да? Вот это легкое дыхание, о котором Иван Бунин говорил Вот она светится вся, да? Вот она улыбается, она светится И понятно, что жизнь с нею, она будет легкой Там будет юмор, там не будет вот этой вот тяжести Там не будет усугубления каких-то проблем Конечно, это людей притягивает За мимику лица отвечает 36 мышц Когда человек хмурится, задействуется большая часть из них В то время как за улыбку отвечает всего 10 Из этого следует, что на выражение позитивных эмоций Человек тратит меньше сил Стефан Филатов, Руслан Кохлов Утро нового дня Салли, ну я предлагаю гостям, они ждут нас Давай присоединимся Дело в том, что у нас сегодня особенные гости В частности, Иван Николаевич Карендей Заслуженный тренер Украины по боксу А также вместе с ним Глеб Сергеевич Бокши Мастер спорта международного класса Тоже по боксу И будем мы сегодня обсуждать именно этот вид спорта Не просто, дело все в том, что в Екатеринбурге, насколько я знаю, пройдет чемпионат мира И наши экспертсмены представляют не только Крым, но и Россию В общем, гордость наша будет выступать как раз-таки на чемпионате Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, как вы готовитесь? Глеб, давайте начнем с вас, потому что вам предстоит как раз-таки нашу страну и представлять Ну, сейчас провели три недели в городе Кисловодске На Олимпийской базе провели сбор Сейчас приехал, немного буду отдыхать Наслужусь моментом, побудусь с семьей Вот, и 25-го уже уедем на заключительный этап подготовки В город Златоуст И уже оттуда уедем на чемпионат мира Иван Николаевич, скажите, а почему такая география? Там сборы, там подготовка, все в разных городах, почему так? Почему не в одном? В Симферополе занимались бы себе, да и... Да нет Небо и беды не знали Ну, Россия большая, так что и боксеры почти с разных точек России Ну и стараются делать это в центре Тем более, что чемпионат мира проходит в Екатеринбурге И Златоуст как раз там недалеко Очень многое зависит от часовых поясов То есть, ну, бывает по-разному Люди должны приспособиться Некоторые летят с Якутии у нас Поэтому... Ну, Кисловодск, например Совсем недалеко от нас, в общем Ну, смотрите, тут совсем по-другому То есть, это Среднегорье Надо было набраться силы Там чуть тяжелее воздух Как бы набраться силы Мы прошли основную физическую подготовку Там делали большие кроссы То есть, набрались сил Сейчас уже второй этап будет полноценно посвящен боксу То есть, у нас будут спарринги Работа в парах Вот, уже чуть по-другому Поэтому мы набрались силы Сейчас подготовка, и вот основная начнется И уже в бой Но вы какой-то грустный Как будто бы недостаточно отдохнули Нет, ну, утро, во-первых Во-вторых, да, действительно приехал Только сейчас надо насладиться моментом Потому что тяжело, конечно, все это дается Но в целом мы, как бы, довольны А насколько рано начинается утро у спортсменов? Ну, я стараюсь вставать где-то в 6.30 Но когда тренировки Но когда их нет, я стараюсь по максимуму, если честно, высыпаться Николай Иванович, а во сколько вы встаете? Ну, как обычно, в полседьмого Ну, я еще еду на тренировку в Симферополь Бахчицарая Так что... То есть вы все поддерживаете поговорку о том, что кто рано встает, тому Бог дает? Да Ну да, надо многое успеть Потому что не одна тренировка У нас в основном три тренировки в день Мы стараемся полноценно работать Три по сколько? Ну, по-разному происходит Полтора-два часа Бывает, последняя до трех часов доходит Ну, то есть где-то от шести до девяти часов в день Вам приходится уделять боксу Можно сказать, что большая часть своей жизни Ну, Иван Николаевич, мне кажется, это действительно очень почетно, очень важно Что, наконец-то, наши спортсмены могут представлять сборную России Мы все-таки понимаем ту историю, которая была после референдума Как наших спортсменов не допускали вообще какому-либо участию Сейчас, когда уже входят в сборную, совсем другая история разворачивается на наших глазах Ну, вот как вы думаете, почему так получилось? Или все-таки к боксу не было таких санкций? Ну, во-первых, когда ушли профессионалы, Усик ушел У нас, как таково, больших результатов не было в боксе Ну, вот мы начали с ним с турниров международных, то есть с этих российских И начали поместить подготовку уже где-то года 4 Вот это вели 4 года к этим результатам Я хочу просто поймите, когда мы стали, так скажем, другой страной Надо было многое доказывать, в первую очередь на российской арене Нас знали в Украине, да, но тут надо было все с самого начала То есть мы плавными шагами сначала начали с всероссийских соревнований Потом уже непосредственно на чемпионат России И потом уже на международной арене То есть все плавно, у нас был план, мы ему следовали Все это нельзя сразу же вскочить в эту сборную Очень большая страна, очень большая конкуренция Действительно сильные ребята, поэтому потихонечку А вот как происходит отбор обычно в сборную? То есть по каким критериям? Ну смотрите, для начала надо выиграть чемпионат города Потом выиграть чемпионат республики, как у нас Теперь надо выиграть чемпионат Южно-федерального округа И только тогда получаешь ты лицензию на чемпионат страны Вы уже ее получили? Вы все эти этапы прошли? Ну изначально, да, мы прошли все, мы выиграли все Ну я уже третий год в сборной, как бы И сейчас вот для меня, ну очень важно, что мы доедем на такое мероприятие Плюс это впервые в нашей стране, оно будет проходить у нас Поэтому, ну гордость и волнение переполняют на самом деле О чемпионате мира сколько ожидается участников? 500 участников уже заявилось, где-то в этом чуть-чуть меньше, 488 Из скольких стран? Ой, это вот насчет стран я не знаю, честно Ну вы знаете, с кем вы будете сражаться? Или это все определится жеребий? Ну да, будет жеребьевка, я знаю лидеров своего веса, со многими уже боксировал, как бы Вот, ну в принципе у нас есть план, мы просматриваем бои, делаем анализ Поэтому ничего нового для нас, ну, не появится Николай Иванович, а как вы оцениваете шансы своего ученика? Вопрос, конечно, интересный, но... Как случай жеребьевки Если хорошая жеребьевка, то есть он первые бои там проведет нормально С такими боксерами Ну, выше, конечно, чем, допустим, там школьники, то есть молодежь И потом где-то второй, третий бой, пусть уже встречается с сильными боксерами, то есть лидерами Я надеюсь, что он себя покажет Глеб Сергеевич, а вы такие же планы разделяете? То есть вы тоже хотели бы начать с самых, наверное, слабых игроков? Да, мне на самом деле Может, назовете фамилии, вот с кем вы хотели обязательно выйти на ринг? Да, мне не имеет значения, на самом деле, с кем боксировать В принципе, я уже провел столько боев в своей жизни, поэтому вообще абсолютно все равно Ну, мы едем только за золотой медаль, мне больше ничего не интересует Как бы есть такой, наполеоновские планы, поэтому будем так трудиться Мне кажется, отличные планы Отличные планы, я думаю, что ваши планы разделяют абсолютно все крымчане Потому что мы искренне валием за своих земляков Спасибо Ну, поймите, это произойдет у нас в стране Стены помогают Плюс мы весь год шли к этому старту, поэтому по-другому я... Даже не год, даже годы, можно сказать, всю жизнь А вот вы со скольки лет занимаетесь боксом? Ну, пошел в первый класс и вот Первого класса? Да, уже 16 лет почти То есть с первого класса вы деретесь стабильно? Ну, в ринге, да, так скажем А в жизни? Нет, стараюсь не драться за пределами ринга Понимаете, спорт это такая... Особенно наш, да, вид спорта такой трудный И это в первую очередь дисциплина Я прекрасно понимаю силу своих кулаков И я не хочу использовать за пределами ринга его Очень мудро Но, к сожалению, время нашей беседы подошло к концу Мы вас благодарим за рассказ И от лица телерадиокомпании Крым От лица всего полуострова Я искренне желаю вам Спасибо вам большое Спасибо Принести нам золотую медаль всей стране Мы, конечно же, будем за это болеть И будем за вас переживать Именно в гостях нашей студии Николай Иванович Карандей Иван Николаевич Простите, пожалуйста Иван Николаевич Карандей Заслуженный тренер Украины по боксу Ну, а также Глеб Сергеевич Бокши Мастер спорта международного класса по боксу Спасибо большое Мы двигаемся далее И далее у нас новости интернета О чем же все-таки говорит всемирная паутина Давайте узнаем из сюжета наших корреспондентов Саранский мужчина В состоянии алкогольного опьянения Хотел выбросить ребенка из окна Как рассказали очевидцы Одной рукой он держал малыша за ногу А другой вцепился в нож К счастью, злодея удалось вовремя остановить Бесстрашие проявил участковый Василий Мартынов Которому удалось залезть на балкон Полицейский обезвредил злоумышленника И передал здорового и невредимого младенца матери Искусство парикмахера не заканчивается модной стрижкой Это доказала Светлана Гроздановская из Македонии Когда клиент встает с кресла Остриженные волосы превращаются в портрет Сейчас женщина колдует над лицом певца Лени Кравица Светлана уже создавала из волос Образы футболистов Месси, Нарональдинья, рэпера Эминема И певицы Рианы Все свои творения она делает в конце рабочего дня Защититься от укосов комаров теперь станет проще В Израиле создали прибор, который способен отыскать их в комнате По мнению Всемирной организации здравоохранения Эти назойливые насекомые представляют большую опасность для человека Ежегодно от перенесенных им инфекций умирают около 750 тысяч человек Израильские специалисты работали над прибором три года Он умеет отличать комара от других насекомых и частичек пыли Британец поставил новый мировой рекорд скорости на велосипеде среди мужчин Ему удалось разогнаться до 280 км в час А все благодаря специальному автомобилю, который снижал аэродинамическое сопротивление Однако самой быстрой в мире остается все же американская велосипедистка Денис Мюллер Она сумела проехать по высохшей поверхности соленого озера в штате Юта Со скоростью 296 км в час В Чехии полицейские восемь часов ловили четырех свинок ЧП произошло в городе Брно Сообщается, что животные сбежали из загона в центральном парке В операции по поимке беглецов участвовали пожарные, полицейские, ветеринары и другие службы После долгих часов охоты три свиньи были пойманы в сети А самую юркую и шуструю пришлось усыпить дротиком со снотворным Каждый водитель хоть раз в жизни сталкивался с проблемой, когда машина отказывается ехать Вот этим героям не повезло Двигатель заглох и его никак не получалось завести Но ребята нашли выход из ситуации Нерабочий транспорт они прицепили к троллейбусу Однако в какой-то момент что-то пошло не так Это ДТП тут же попало в поле зрения полицейских, которые совершенно случайно оказались рядом Саль, ну вот ты знаешь, что у нас есть набережная реки Салгир, которая сейчас активно реконструируется И вот мостик, который ведет к музыкальному училищу, там установили буквально недавно на днях ограждения Так вот его установили вместе с теми самыми замочками, которые туда вешали те люди, которые связывали свои жизни узами Да, или можно сказать символ вечной любви, действительно Сами пары влюбленные обратились к подрядчику и попросили, чтобы эти замочки сохранили И, вы знаете, прислушались, действительно Их так заботливо обернули целлофановыми пакетами Эти чугунные ограждения очистили от лишней грязи Их перекрасили заново и замочки оставили в целости и сохранности Напомню, что есть такая группа ВКонтакте, называется «Ремонт набережной Салгир» Вот, собственно, этот вопрос и задали горожане Как же так? Почему подрядчик не снял эти замки? На что, собственно, подрядчик ответил благоразумно о том, что таково пожелание самих симферопольцев Но если вдруг городская администрация решит, что все-таки нужно снять, то это будет сделать несложно буквально одним движением болгарки А я наоборот, против, чтобы снимали Мне кажется, это так романтично, это всегда навеивает такой дух любви, лирики какой-то И знаешь, когда идешь по этой набережной, смотришь на замочки, смотришь, какое их огромное количество И думаешь, как много любящих сердец нашли друг друга Ну, с другой стороны, надо подумать и о городской среде Но, впрочем, это не нам с тобой решать, решит городская администрация В общем, мнения разделились по этому поводу Мене ученых разошлись Но есть один ученый, который прямо сейчас находится в детском парке И готов нам рассказать свои исследования Поведать нам, чем же он занимается Ирина, доброе утро Да? Говорю? И снова здравствуйте с Алией и Саша А я продолжаю Сейчас исследовать детский парк Честно признаться, это мое любимое место Я часто здесь бываю Но что бы мне хотелось сказать Не могу не отметить те масштабные работы, которые уже были проведены в детском парке Да, в частности, работе по реставрации наших пушкинских героев Которые оживают, становятся более красочными Я думаю, детей не сможет это не порадовать Но нет, это та самая причина, по которой я осталась здесь Вчера на страничках в соцсетях я прочитала о том, что в детском парке начали укладывать плиту Работы ведутся точечно, то есть не полностью А именно в тех местах, где действительно нужно заменить старую, уже непригодную, либо где-то вышедшую из строя плиту По источникам утверждают, что 200 квадратных метров плит было заказано для того, чтобы отреставрировать центральную аллею детского парка А в частности, расстояние от поляны сказок и до конца вдоль этой аллеи Плита трехцветная, называется она «Клевер» Да, немножечко рифленый рисунок поверх Я думаю, что вот такой вот момент не может не радовать Что центральную аллею реставрируют, будут ее улучшать И тем более обещают, что никаких неудобств для посетителей детского парка это не принесет Это прекрасно, ну а вместе с украшением детского парка, я уверена, что расцветает и наша крымская столица И в принципе крымский полуостров Ну а у меня на этом все, я с радостью передаю слово коллегам Ну вот, Саля, еще раз напомню тебе, а вместе с тобой, всем симферопольцам и крымчанам Что завтра мы ожидаем большой-большой праздник, день флага Российской Федерации В Симферополе и во всех других городах пройдут множественные мероприятия Так, в частности, в крымской столице В 10 часов утра начнется флешмоб под названием «Профлаг» На площади имени Ленина развернут огромный, колоссального размера, на всю площадь Флаг Триколор Там же пройдет и флешмоб молодежный с зонтиком, как мы это выяснили вчера Ну, после этого пройдет мотопробег Ну, а самое, наверное, яркое мероприятие состоится на горе Айпетри Водрузят на вершину наш родной флаг Ну, а я бы еще добавила, что абсолютно каждый может приобрести и получить свой флаг Для этого всего лишь нужно пройти по центральным улицам, где будут ходить волонтеры И раздаривать эти флажки Поэтому с пустыми руками вы не уйдете Да, будет масса мероприятий И шутки, и прибаутки, и песни, и танцы, и даже фокусы Кстати говоря, как делаются фокусы? Ты случайно с Алей не знаешь? Не знаю, если честно, я как раз-таки тот человек, которого очень легко обмануть Я имею в виду именно фокусами, я никогда не могу разгадать их тайну И когда даже мне их потом повторно показывают, всегда у меня это не получается Но я предлагаю узнать, как же происходят чудеса, может быть, даже научиться им из следующего сюжета Загадочные и таинственные Фокусы всегда были интересны зрителям И если одни относятся к ним скептически То у других волшебные трюки и искусно подготовленные номера Всегда вызывают бурю эмоций Шляпа, голуби, колода карт Это всего лишь небольшой список атрибутов фокусника Человек, который дарит невероятные эмоции и радость людям при помощи своего необычного мастерства И прямо сейчас я предлагаю вам окунуться в прекрасный мир магии Многие иллюзионисты посвящают своему мастерству даже не года, а десятки лет Существует несколько жанров, один из которых называется микромагия Это фокусы с картами, монетами и другим мелким реквизитом И не важно, 10 тебе или 50 Окунуться в мир иллюзий хотят люди разных возрастов Но постичь это мастерство невозможно без выдержки, сосредоточенности и юмора И мы хватаем большой палец левой руки И главное, уверенно, уверенно для всех делаем самый тяжелый фокус Мы отрываем большой палец И теперь отрываем О, отлично, отлично Смотрите, лето, жара, поэтому пальчик проветриваем и возвращаем обратно Работать не за деньги, а работать для людей Таков девиз Александра Малабенского От общения с людьми он получает столько драйва и искренних эмоций Что уже не мыслит в своей жизни без зрительской отдачи Я понял то, что мне нравится давать эмоции людям Даже смысл не в фокусах, а в том, чтобы люди улыбались, смеялись Как-то получали эмоции Вот я понял, в этом кайф какой-то У каждого фокусника есть свой стиль Поэтому даже к самым мелким деталям и элементам представления Иллюзионисты готовятся тщательно, придумывая свой подход и оригинальную подачу Есть коммерческий директор, которому я плачу процент со своего дохода Смотрите, я вот так вот появлю этот процент у вас Не бойтесь, это не ваши 5 рублей И мы ему сейчас заплатим Смотрите, Боря, забирай Настоящий фокусник, человек, который не просто может похвастаться ловкостью рук Это универсальный артист, готовый работать в самых разных жанрах Фокусник — это все жанры Это, наверное, и режиссеры, и актер И просто вот все, не знаю И музыкант, потому что ты все равно должен подобрать Можно, конечно, простить работу, нанять режиссера, который все это сделает Но, а где уникальность тогда? Уникальность прежде всего в чуде И пока интерес к нему не угас Этот жанр всегда будет привлекать тех, кому так хочется разбавить будни сказкой Александр Кононов, Максим Турчев, Утро нового дня Саль, ну помнишь, когда ты показывала фокусы, ты достала из цилиндра хвост, чешую И сказала, что ничего не поймала Ой, Саша, вот твоя фантазия как раз-таки нам бы сейчас особенно пригодилась Пригодится, потому что у нас есть гость, который разбирается и в хвостах, и в чешуях, и в плавниках, и во всех прочих анатомических элементах рыб Да, у нас в гостях Владимир Анатольевич Гайдоенко, начальник управления рыболовства и аквакультуры Департамента по рыбному хозяйству Республики Крым Ну, кстати, стоит напомнить, что сейчас у нас действует запрет на вылов некоторых видов рыбы, в том числе креветки И, наверное, об этом более подробно мы сегодня как раз-таки и поговорим Доброе утро, Владимир Анатольевич! Доброе утро! Как началось ваше утро нового дня? Ну, явно не с рыбалки Конечно, конечно Да, Владимир Анатольевич, своеобразный процесс, мне нужно готовиться, это значит, на него настраиваться, поэтому явно не с рыбалки Скажите, а вы вообще заядлый рыбак или этим не увлекаетесь? Нет, вряд ли мне можно назвать заядлым рыбаком, это больше профессиональное, поэтому здесь мне приходится как бы выражать интересы той группы людей, которой я не принадлежу Мне кажется, заядлые рыбаки вас очень хорошо знают Ну, вы знаете, сказать, что очень хорошо знают меня заядлые рыбаки, я, наверное, не смогу, но то, что мы поддерживаем постоянно с ними контакты, пытаемся решить их вопросы и проблемы А какие у них проблемы? Не клюет Не клюет? И с этим можно к вам обратиться? Это, конечно же, шутка Ну, вы знаете, в любом случае, эта деятельность подчинена определенным законодательным нормам В любом случае, существуют какие-то вопросы относительно законодательных норм, существуют какие-то, не всегда бывают даже приятные ситуации, к сожалению И приходится их решать, приходится разъяснительную работу проводить, приходится как бы представлять интересы людей на определенных общероссийских мероприятиях Поэтому вот таким вот образом мы с ними контактируем и у нас происходит таким образом общение Дмитрий Анатольевич, ну я вот знаю, что буквально недавно был введен запрет на вылов определенных видов рыб в Черном море Ну, наверное, это правильно будет сказать, вступили в действие временные и пространственные ограничения по рыболовству Дело в том, что рыболовство, в том числе любительское, как и любая другая деятельность, является промыслом Только промыслом для собственных нужд И в связи с тем, что это промысел, он подчиняется определенному пакету федеральных нормативно-правых актов Ну, либо субъектовых Это и федеральный закон о рыболовстве 166, это и закон о любительском спортивном рыболовстве Закон об аквакультуре И самое главное, это правила рыболовства Азово-Черноморского и Камьего бассейна Значит, в этих правилах рыболовства прописан вид, способ, место, орудий, размерный ряд И, соответственно, в большей неделе это подчинено биологии, биологическим особенностям Но откладываются определенные ограничения в определенные виды времени И, соответственно, в определенных местах Вот, наверное, об этом вы и говорите Именно А кого именно нельзя ловить? Ну, значит, закрылась у нас сейчас креветка Закрылась у нас в определенных моментах Закрылась у нас кефаль закрыта Вот сейчас очень ждем Соответственно, закрылась камбала Ну, и ряд других видов То есть, если случайно я поймаю камбалу Мне ее нужно опустить А случайно получится поймать? Конечно Ну, почему? Это же удача Вообще, вот если трактовать с точки зрения законодательства То данная, точнее, ситуация Отписывается следующим образом Выпустит в среду обитания с нанесением наименьших повреждений Да, действительно, вы обязаны выпустить запретный объект В любом его состоянии с нанесением наименьших повреждений Это так Ну, если я поймаю, например, бычка То его я могу забрать себе Ну, если это не запущено, конечно Если это будут тонны бычка, то можно? Вот тут очень хорошо, что вы задали вопрос Возникает, знаете, некая планка разумности С одной стороны, любительским рыболовством можно Точнее, любительским рыболовством можно оправдать те тонны, о которых вы говорите Да, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что тонны мы не съедим И вот именно поэтому в правилах рыболовства возвода Черноморского бассейна Установлены ограничения по размерам То есть, точнее, прошу прощения, по весу и штукам А вот с 2020 года входят общероссийские ограничения, которые регламентируют количество рыбы, Которая может находиться у рыболова И самое главное, количество рыбы, которая может транспортироваться Потому что, к сожалению, под вот эту марку любительского рыболовства для себя Ну, случались нарушения, когда люди везли достаточно серьезные партии, ну, скажем так, товарной продукции И при обнаружении их объясняли, что это не будет для собственных нужд С 2020 года, значит, существуют четкие нормы перевозки Без документов, превышение которых будет считаться уже административным правонарушением И сколько же можно везти? 50 килограмм Вне зависимости от того, сколько вы находились на берегу водоема Опять же, подчеркну, эти нормы будут разнятся для бассейнов, для регионов И вот, когда они выйдут, то мы уже можем четко сказать о том, сколько и какой вид можно перевозить Ну, а вот сейчас действуют ограничения, потому что нерест наступил? Нерест обычно проходит весной Абсолютно? Да, это сезонная миграция Обычно это сезонная миграция, когда рыба сбивается в определенный плод Устатные скопления, ей нужно пройти узкие места, ей нужно, допустим, выйти с места нагула в место зимовки, так называемую устатно-зимовальную яму То есть обычно осень, начало осень, это парамеграция, так же, как и весна И до того, как она не станет в определенную промысловую району То есть не будет совокупность определенных факторов Принимается решение о запрете лоб для рыбы Это все делается на основании научных исследований Каждый год, два раза в год проходят научно-промысловые советы На которых обсуждаются все наиболее проблемные, зловоотрепещущие вопросы Действительно обсуждается это такой совещательный орган На котором, кстати, могут принимать участие и рыбаки-любители выносить свои предложения И на основании решений научно-промысловых советов, которые проходят, подчеркиваю, дважды в год Принимается определенное решение, закрепляется федеральными и субъектово-нормативными актами И потом эти акты обязательны к выполнению Игорь Анатольевич, к сожалению, осталось 40 секунд у нас Еще раз, пожалуйста, обратитесь к крымчанам, к рыбакам, заядлым рыбакам с предупреждением их Я, наверное, скажу так Я призываю рыбаков-любителей Республики Крым строго соблюдать правила рыболовства И наиболее активно участвовать в общественной жизни Более активно участвовать в обсуждении правил Тогда это будет, во-первых, понимание законодательства А во-вторых, они смогут каким-то образом влиять на те процессы, которые для них жизненно необходимы Потому что рыбалка все-таки, это действительно увлечение миллионов И нельзя избавиться счетом этого увлечения И нужно людям идти максимально на встречу Просто они должны тоже принимать участие в этом процессе Большое вам спасибо И вам спасибо Напоминаю, у нас в гостях Владимир Анатольевич Гайдаенко Начальник управления рыболовства и аквакультуры Департамента по рыбному хозяйству Республики Крым Ну а мы двигаемся дальше Предлагаем прямо сейчас посмотреть о тех событиях, очевидцами которых стали крымчане И об этом они поделились в соцсетях Ну а мы, в свою очередь, делимся с вами Жители Севастополя жалуются на лиц без определенного места жительства Которые устраивают свои лежбища в самом центре города Героя Помимо неприятного запаха, горожан возмущает шум компанию, употребляющей горячительные напитки Севастопольцы спрашивают в комментариях, к кому обращаться в таком случае К правоохранителям или коммунальщикам Цапля Сима, негласный символ крымской столицы, подверглась нападению неизвестных Остановить злоумышленников помогли бдительные прохожие Пользователи соцсетей предположили, что мужчины находились в нетрезвом состоянии По словам очевидцев, птица погибла На данный момент официальных данных о состоянии животного нет На улице Гайдара Симферополя автомобиль протаранил недавно установленное ограждение моста через реку Салгир Металлическая конструкция получила значительные повреждения и теперь нуждается в ремонте Разочарованные горожане в комментариях пишут, не успели отремонтировать, а уже сломали Одна из главных достопримечательностей Большой Ялты – дворец Ласточкино гнездо Замок возвышается над морем на 40-метровой скале Аврора Путешествия к этому памятнику вдоль побережья пользуются популярностью многие годы И не только у гостей полуострова, но и среди местного населения Один из экскурсантов поделился своими впечатлениями от воежа, смонтировав небольшое видео с атмосферной музыкой Отдых без музыки – не отдых Олицетворение песни Булата Акуджавы про веселого барабанщика на улицах Феодосии Парень настолько мастерски владеет ритмом, что не оставил равнодушным прохожих Помимо виртуозной игры, музыкант демонстрирует акробатические номера с инструментом Одним словом, крымская земля полна талантами А вот тут же солнце немного начало припекать и, кажется, спины наши загорать А все почему? Потому что мы находимся на крыше Именно здесь расположилась наша импровизированная студия, благодаря которой мы можем вещать Это крыша 16-этажного здания жилого комплекса «Альфа», которую мы благодарим за то, что у нас есть такое место расположения Ну а время эфира подходит нашего к концу Но чтобы совсем завершить его таким ярким мажорным аккордом, предлагаю посмотреть следующий сюжет С появлением дискотек 50-е ведущих «Танцвечеров» называли диск «жокеями» Впоследствии слово сократили до аббревиатуры «Диджей» У этих ребят даже своя терминология Яблоко, блин, антискольжение и боч Как со всем этим управляться, знает гравер По паспорту Сергей Березуцкий Последние 12 лет он провел за диджейским пультом Увлекся музыкой Сергей еще во время школьных дискотек Тогда просто включали композиции для танцующих Никакого специального оборудования, под рукой лишь кассеты С улыбкой вспоминает, как ленту зажевывал магнитофон И приходилось перематывать ее карандашом Я по телевизору увидел первый раз выступление диджея ATB В то время он был очень популярен Я увидел его выступление с какого-то фестиваля И там было движение, когда он показывает, как два трека Он перекидывает кроссфейдер и меняется музыка И для меня это тогда вообще было открытие Типа вау! Его коллега по цеху Стас любит большие клубные залы и гастроли Именно на них пришлось самое золотое время его карьеры Сегодня развлечения в этих заведениях практически сошли на нет Клубы уже остались в прошлом, потому что это ночная жизнь Это не всем интересно, не каждой семье это интересно А сейчас уже больше в ивенте индустрии Индустрия это организация и проведение немножко другого формата На таких масштабных ивент-мероприятиях нужно не только сводить трек с треком, но и сопровождать Например, Стас не так давно участвовал в открытии воздушной гавани Крыма Диджейская установка Сергея это синтез классического винила и современных возможностей Собранная по последнему слову техники аппаратура позволяет автору компилировать любые композиции Если это идет, грубо говоря, прошлый какой-то век, но они до сих пор востребованы То это уже новый век, на них тоже больше возможностей Но сейчас мой пульт, он уже модифицированный под нынешнее время И в нем встроен процессор, с помощью которого я могу управлять музыкой с ноутбука Главное качество такого музыканта это не техника игры или способы сведения трека, а вкус Выработать который совсем непросто Для того, чтобы качественно сделать минус, нужно точно чувствовать ритм и хорошо знать музыку, которую играешь Я могу продемонстрировать, что такое мешап Мы бьем две песни, и самые сливки от одной, и самые сливки от другой песни И накладываем их друг на друга, и получается у нас уже новая композиция какая-нибудь Сегодня даже существует школа диджеинга, где каждый может освоить навык смешивания музыкальных треков Кстати, до сих пор официально профессий диджея в России не существует Никаких трудовых книжек, оформления и отношений с работодателем В современном диджеинге существует множество направлений сведений Например, одно из них — лайф-ремикс Сейчас требования к профессии возросли Музыки людям мало Нужны еще и танцы, номера — все как у популярных артистов Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов Утро нового дня Дорогие друзья, к сожалению, время эфира нашего подходит к концу Но мы не прощаемся, и хотя завтра вахта наша сменяется Мы с вами, конечно же, еще обязательно увидимся Мы вам желаем хорошего продолжения дня Благодарим за то, что вы были вместе с нами И это утро встретили с нами Ну а, как сказал Саш, прощаемся с вами ненадолго На самом деле уже скоро встретимся Я думаю, это время пролетит очень быстро С вами были сегодня Салия Салямова и Александр Ткачев Новых встреч, друзья, хорошего дня И пускай день пройдет счастливо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok